Включаем. Дорогие друзья, добро пожаловать в Джумейра Саадият. И Екатерина нам сейчас про него расскажет. Екатерин, вам слово. Конечно, я хотела бы в первую очередь поблагодарить вас за такое приглашение. Я безумно рада здесь присутствовать. И, конечно, надо сказать, что у нас бизнес идет такой, совместный бизнес идет очень хорошо, да, продажи растут. Я думаю, вы слышали, что сейчас Абу-Даби просто на пике популярности у нас. Все отели заполнены. В то же время здесь все еще тихо и спокойно, да. Здесь, безусловно, очень много всего, что в Абу-Даби, что есть что поделать. Но хотелось, конечно, бы объяснить вам разницу между нами, между другими отелями. Безусловно, вам очень важно это знать, чтобы продавать нужный продукт нужному гостю, да, чтобы все, чтобы гости возвращались с отпуска счастливые, отдохнувшие. Давайте мы с вами посмотрим. Я немножко начну сначала. Джумейра Садиат Айланд. Мы сейчас немножко поменяли название, сделали его короче. Осталось всего лишь Джумейра Садиат Айланд. Он находится на острове Садиат. Этот остров таким треугольником идет, и это очень особое место здесь, в Абу-Даби. Это остров, который очень долгое время был закрыт для публики. Здесь находится природный заповедник. Его не так давно открыли, всего лишь несколько лет назад. Здесь построили пять пятизвездочных отелей. Вот четыре из этих отелей, они находятся с одной стороны острова. И мы единственный отель, который находится с другой стороны острова. Мы самые близкие к аэропорту Абу-Даби. И если ехать с Дубая, со стороны я с острова. И, конечно, вам, безусловно, нужно знать, в чем же различие между нами и другими отелями. Так вот, на самом деле, два таких основных различия – это стиль отеля и пляж. Давайте мы начнем, конечно же, со стиля. Вот обратите внимание на форму здания. Вообще здание у нас сделано в форме эллипса. И это очень необычная форма для архитектуры. Вообще вот эту форму, форму эллипса можно часто встретить в природе. Она часто встречается. Но именно в архитектуре это довольно редкое явление. На самом деле, отель выглядит довольно необычно. Но, поверьте, внутри он очень красивый, очень элегантный и очень уютный. Мы перенесемся в наше лобби. Можно видеть уже, я думаю, с первого такого момента, что у нас очень большое, просторное, очень светлое лобби. И видим стиль отеля, да, это такой очень современный белый стиль, воздушно-крахмальный какой-то, очень красивый. Конечно, когда вы заходите в лобби, основной такой фокус внимания – это наша совершенно потрясающая люстра. Она сделана из богемского хрусталя. И здесь больше ста элементов. Вес ее 2000 килограмм. У нее есть название. Название – это «Восемь настроений моря». Вот обратите внимание, к сожалению, на самом деле на фотографии это очень сложно передать, но в жизни это выглядит на самом деле впечатляюще. Обратите внимание, это начинается композиция по бокам с элементов из белого цвета, прозрачного. Это та самая пена, которая образуется у кромки воды. И затем она меняет цвет, уходит в бирюзовый, в синий, в темно-синий. Получается в центре самое глубокое море, самый темно-синий цвет. Вот если посмотреть сквозь наши панорамные окна, то на самом деле море будет иметь тот самый цвет, такой же градиент. Он также будет меняться. Наш отель является также эко-френдли отелем. Это можно увидеть во многих деталях, но в том числе у нас в отеле нет срезанных цветов, только свежие цветы. В центре стоит такая цветочная композиция, она каждый раз меняется. И в отеле очень много орхидей. Ну, вот это основная такая черта, что только свежие цветы. То, что мы являемся эко-френдли отелем, оно выражается во многих деталях, в том числе вот сквозь эти большие панорамные окна. Они, на самом деле, идут в два этажа, там еще ниже идет. Эти панорамные окна, они впускают в себя как можно больше естественного дневного света. И мы таким образом меньше расходуем электричеством. Какие-то такие вот маленькие шажочки, но они, безусловно, имеют большое значение. Конечно же, вот как я уже упомянула, вторая основная черта в наше различие нашего отеля от других, это, конечно же, пляж. Вообще, пляж на острове Садзиад был официально признан самым лучшим пляжем уже на Ближнем Востоке, не только в Эмиратах, в течение 13 лет подряд. Обратите внимание, вот если с другой стороны острова у других отелей пляж, он такой широкий, то есть вам нужно идти, чтобы до моря дойти, к этой стороне острова пляж сужается, и у нас получается длинная и узкая полоса. То есть пляж 400 метров, и вот обратите внимание, всего две линии лежаков. На самом деле, если вот так на фотографии непонятно, но в реальности, конечно, все, вот скажем, мои агенты, которым я объясняла, они все были в восторге. Потому что, знаете, это лакшери отдых, но совершенно другого уровня. То есть вокруг вас нету такой толпы народа, вы находитесь в таком единении с природой и с морем. Во время прилива водичка очень близко подходит к первому ряду, и, конечно, вот это ощущение природы, оно очень такое интересное. Обратите внимание, между отелем и морем вот эта зона, это зона дюны. Это та самая природная заповедная зона, которая есть на острове. Именно сюда в сезон маленькие черепашки приплывают откладывать яйца. Кстати, этот сезон именно сейчас, и у нас на следующей неделе, неделя ожидается уже, что они будут вылупляться. Также у нас очень часто встречаются дельфинчики. Знаете, совершенно они такие любопытные создания. У меня гости снимали видео, их вот прям под ногами. Не знаю, они как-то совершенно не боятся людей, очень близко приплывают, получается. Конечно же, у нас есть несколько бассейнов. Они с подогревом, все с охлаждением. Бассейнов три. И мы сейчас открыли четвертый бассейн. Я немножко попозже о нем расскажу побольше. Так вот, бассейны – это детский бассейн, это семейный бассейн и взрослый. Конечно же, хотелось бы вам рассказать о наших комнатах. Это такой очень, правда, уникальный, очень красивый продукт. У нас всего в отеле 285 номеров и люксов. Вы можете обратить, различные категории есть. Начинается категория Resort Deluxe. Они располагаются по бокам справа и слева от отеля. Следующая категория – это Ocean Deluxe. Эти обе категории, они 46 квадратных метров. В основном, конечно, номера у нас с видом на море. И я также вам советую, гостям объяснять, что, знаете, к нам приезжают, конечно, чтобы насладиться этим восхитительным пляжем, восхитительным видом на море, закатом. Конечно, я советую бронировать категорию с видом на море. На данный момент у нас действуют предложения. Я немножко попозже расскажу. Но у нас есть бесплатный апгрейд с Resort до Ocean, который действует до конца сентября. Также есть категория, которая называется Ocean Terrace Room. Их не так много, но они пользуются очень большой популярностью у наших русскоязычных гостей. Это номера, которые можно видеть слева, и они имеют прямой доступ на территорию отеля. Прошу прощения. Основная такая фишечка нашего отеля, что у нас очень много номеров, которые между собой соединяются. Вам нужно бронировать номера, которые называются Two Bedroom. Они есть разные. Это могут быть Two Bedroom Family Room, Two Bedroom Family Suite. Совершенно различные комбинации, их довольно много. Но я хотела бы сказать, что, конечно, гости, которые к нам приезжают, они, как правило, приезжают с семьями, с детками. Может быть, несколько деток. И, конечно, для их комфорта, вот у нас есть такая опция, как гарантированный коннект. Я попозже поделюсь брошюрой, и там будет полное описание различных комбинаций. Но вот очень здорово, на самом деле, что есть такая возможность. И вы бронируете Two Bedroom. Это гарантированный коннект. Гости не будут волноваться, что у них детки в одном консеноме отеля. Родители в другом, они уже гарантированно будут находиться рядом друг с другом. Конечно, комнаты высоких категорий. Это номера с двумя и тремя спальнями. И это Садьясуит и Абудаби Суит. Их не так много. Они, правда, очень большие, просторные, уютные. Но вот я бы сказала, как правило, в отелях, если мы берем комнаты самых высоких категорий, какие-то президентские, royal suites, они, как правило, довольно формальные, настроены на работу, там много дерева, какое-то офисное такое ощущение. Так вот наши категории, самые высокие, они очень уютные. Они, правда, рассчитаны просто на большие семьи. И, что удобно, можно выбрать между двумя и тремя спальнями, то есть на такую, правда, большую дружную семью. Очень удобно, что комната, которая присоединяется третьей, это ушедлак. Сюда можно поселить нянь. Если у вас есть такие запросы, пожалуйста. Как правило, гости не хотят, например, селить нянь именно в святы. У нас есть такая возможность их поселить в комнату. Конечно, хотелось бы рассказать про наши виллы. У нас их не так много, их 11. Но я думаю, если кто-то из ваших гостей предпочитает виллы, вы столкнулись с тем, что в Эмиратах их как бы много, но в то же время, когда вы подходите к бронированию, очень сложно что-то выбрать. Так вот наши виллы, это, правда, очень уникальный продукт. Они, там есть 2, 3, 4, 5 спален. Они все двухэтажные, везде есть свой собственный бассейн, полностью оборудованная кухня. Как правило, есть комната, которую мы называем спа-комната. Вот здесь ее можно видеть. Это та комната, которая может быть абсолютно бесплатно переоборудована в дополнительную спальню. И также там есть комната для няни, и она идет совершенно бесплатно. Наверное, моя такая любимая категория именно вилл, это вилла с двумя спальнями и видом на море. И вот почему же? Потому что, да, вы платите за две спальни, но в то же время мы можем переоборудовать спа-комнату и комнату для няни. То есть вы по факту получаете как бы 3,5 спальни по цене двух. Это очень удобно, и продукт, на самом деле, очень классный, очень такого мальдивского стиля находится прямо на пляже. Конечно же, я остановлюсь на наших ресторанах. Я думаю, вы слышали, что вообще сеть Джумейра, мы очень концентрируемся на качестве наших ресторанов, на то, что у нас очень вкусное питание. Так вот, у нас 8 ресторанов и баров, и мы недавно открыли 9-й, то есть у нас сейчас 9 ресторанов и баров. Различные концепции питания. У нас есть завтраки, полупансион, и также мы, наверное, единственный ресторан Джумейра, у кого есть полный пансион. Конечно, самый такой главный большой ресторан – это White. Это международный шведский стол, он открыт на завтрак и ужин. Есть ресторан Mare Mare, это ресторан итальянской кухни. И также ресторан TIN – это ливантийская кухня, это смесь греческая, ливанская и турецкая. И именно этот ресторан, он рекомендован гидом Мишлена. Вот совсем недавно у нас открылся замечательный пляжный клуб, который называется Sal. Я думаю, вы слышали про пляжный клуб Sal в отеле Burj Al Arab. Так вот, наш пляжный клуб, он сделан по подобию. Очень новая, свежая концепция, совершенно потрясающей красоты ресторан. Он отделан зеркалами. И сама идея этого ресторана, что он как бы не выделяется из окружающей среды, а сливается с нею. В зеркалах отражается и море, и небо, и дюны. Это, правда, выглядит очень красиво. И, конечно же, Infinity Bassain – это очень такое инстаграмное место. Вы можете видеть совершенно потрясающие виды на, конечно, наш Персидский залив. Это, правда, очень красиво. В Абудаби, конечно же, есть пляжные клубы, но до сих пор не было пляжного клуба такого очень высокого уровня. И мы очень рады, что мы заняли эту нишу. Конечно же, на отдыхе очень хочется расслабиться, отдохнуть, и наш спа в этом поможет. Это отдельное здание. Там, на самом деле, очень много что есть. Там есть хамам, сауна, соляная комната. Там есть целая зона, джакузи. Можно запросто туда пройти и провести буквально полдня, я думаю, запросто. Конечно, какие-то процедуры будут за дополнительную плату, но именно доступ к спауну будет бесплатный. Когда меня спрашивают, чем же заняться в Эмиратах летом, я могу смело сказать, что как раз, во-первых, это очень хорошие цены, во-вторых, все наши бассейны охлаждаются. Можно запросто провести очень много времени в спа и, конечно же, отличный шоппинг, потому что летом у нас такой шоппинг-фестиваль происходит. Для тех, кто занимается спортом во время отдыха, есть много разных опций. Это, конечно, спортивный зал. На острове Содиат, поскольку он является природным заповедником, запрещены моторизированные виды спорта. Так вот, у нас есть каяки, у нас есть сапы. Очень здорово, опять-таки, их использовать, проехать по заливу. Очень красиво. И, конечно же, какие-нибудь занятия йогой на берегу моря с потрясающим видом закат. Это, правда, что-то тоже очень такое интересное. Конечно же, наши гости, как правило, приезжают к нам с семьями. Так вот, у нас есть потрясающий детский клуб. Это не только для деток, но и для подростков. Довольно большая территория. Там есть детская площадка, детский бассейн и целых два помещения на детский клуб. Так вот, с ними там занимаются. Там есть различные какие-то активности. Каждый час что-то новое. Могу сказать, это что-то небанальное. Например, у нас есть какие-нибудь мастер-классы по приготовлению печенек. Пару недель назад я их встретила. Они гуляли по пляжу и у них была охота со сокровищами. То есть у них были карты и они ходили, искали сокровища на территории отеля, которые заранее, конечно, спрятали. Но мне кажется, это очень такая классная идея. И, безусловно, каждому ребенку вне зависимости от возраста это будет очень интересно. Как я упомянула, наш отель является эко-френдли отелем. Вы можете видеть такие бутылочки. Мы даем каждому гостю при заезде. Это бутылочки термосы на станции. Есть несколько станций водички, где можно пополнить на территории отеля. И, конечно же, гости могут забрать эти бутылочки с собой и потом холодной зимой пить горячий чаек и вспоминать о своем хорошем отдыхе. Я вам сейчас покажу следующим слайдом ссылочки на различные материалы. Вот обратите внимание, у меня есть такая брошюра со всеми номерами. Вот здесь эти ссылочки, иконки, это ссылочки. Можно на них кликнуть. Будет доступ к фотографиям, к видео и к флорпланам, к планам вилл и номеров. Вот можно здесь скачать моя визитная карточка. Это первый QR-код. Дальше будет брошюра на русском языке с описанием всего, что есть в отеле. Коллекция номеров, которые я упоминала, со всеми номерами. Здесь нету цен, вы можете делиться этими брошюрами с вашими гостями. И также карта курорта идет последней ссылочкой. Вы можете скачать, там очень хорошо показано, что где находится. Конечно, обращайтесь ко мне, если у вас есть какие-то вопросы по где какие номера находятся, если какие-то есть пожелания, конечно, обращайтесь. Я хотела бы также сказать, что в данный момент у нас есть потрясающее предложение, которое будет действовать до конца сентября. Это бесплатное повышение категории номера и бесплатное повышение плана питания. Грубо говоря, вы бронируете категорию Resort Deluxe на завтраках и вы получаете Ocean Deluxe на полупансионе. Это совершенно потрясающее такое предложение. Поверьте, наши гости его безумно любят. Это очень хорошее соотношение цена-качество. И опять-таки, конечно же, сейчас, я думаю, если вы сравниваете цены, скажем, там, Турция довольно, я так думаю, она не дешевая на данный момент идет, да, конечно же, скажем, в июне у нас еще отличная погода и можно смело бронировать. Скажите, пожалуйста, давайте я. Да, Екатерин, все, тогда давайте мы оставим с вами вот этот слайд, хорошо, чтобы не спрашивали потом, и вернемся к вопросам. На самом деле, вопросов у нас не так много, но они есть. Пожалуйста, расскажите подробности про доступ в сал и преимущество для гостей отеля на территории и ресторанах клуба. Доступ в сал, знаете, поскольку этот пляжный клуб позиционируется как-то очень лакшери, доступ гостей отеля туда будет с хорошей скидкой. То есть, сейчас, какие цены у нас это во время по будням цена будет 150 дирхам за человека и по выходным это 200 дирхам за человека. Но это цены на данный момент. Я бы, позвольте, я еще обращу внимание, что сал это adults only, да, то есть, это только взрослых, к сожалению, детки там пока мы не принимаем. Ну, наверное, сама концепция пляжного клуба, он довольно такой, вообще, отель довольно, я бы сказала, тихий. У нас именно поэтому очень часто отдыхают, скажем, знаменитости, потому что вот они как раз любят такую, знаете, тишину после того, как они отмотались, например, с концертами, с каким-то, вот они любят такую тишину. Но, конечно, да, вот пока такие условия, доступа в сал, мы его не так давно открыли, условия еще пересматриваются, я думаю, если будут какие-то новости, я обязательно поделюсь с вами, с партнерами, обязательно расскажем. А преимущества для гостей отеля на территории и ресторанах клуба? Не очень я это про доступ и преимущества для гостей отеля на территории и ресторанах. Сама территория пляжного клуба, она, он находится, безусловно, на территории отеля, но немножко, немножко сбоку. Конечно же, это очень такой особый сервис, это отдельная зона на пляже, это очень красивый, большой, просторный бассейн. Я думаю, знаете что, я думаю, что здесь у нас Юлия имела в виду, есть ли какие-то скидки, есть ли человек проживая, то есть если гости живут в Джумейре, есть ли для них, видимо, может быть какой-то бесплатный доступ в САУ или что-то вот это, наверное, имелось в виду вот это, то есть не заплатный, да, а что-то может входит или какие-то преимущества у гостей в САУ. Пока мы даем очень хорошую скидку, пока мы даем хорошую скидку, мы рассматриваем то, чтобы включать доступ для гостей вилл и свитов высоких категорий, ну, позвольте нам немножко еще поработать над этим, я думаю, к сезону, безусловно, уже появится какая-то новая информация, но поскольку он только открылся, это вот, ну, пока, пока такие сведения, что хорошая скидка для гостей отеля. есть ли инструкторы по йоге и есть ли няне? Да, есть инструкторы по йоге, у нас сама йога будет бесплатна, но если они хотят какие-то приватные занятия, то можно организовать за дополнительную плату, у нас также есть теннис, можно поиграть в теннис, сам доступ на корт, он бесплатный, но можно попросить и тогда услуги тренера соответственно будут за дополнительную плату. А ракетки освещения корта? Ракетки, они входят, то есть, если вы снимаете, вам предоставляются ракетки, освещение. Ну, то есть, ракетки, ну, то есть, если сам корт бесплатный, я могу прийти днем поиграть и взять ракетки и просто поиграть, это бесплатная история вся. Да, это бесплатно, единственное, что нужно это забронировать, потому что у нас есть, он довольно популярный, конечно, там есть какое-то уже расписание, но он бесплатный, конечно. Няня, есть услуги няни, конечно же, по запросу, ну да, безусловно, у нас такое есть, я думаю, это можно бронировать заранее, но вы можете также приехать, гости могут приехать в отель и уже здесь попросить. Не знаете, сколько стоит час? Знаете, цены меняются, я поэтому очень не хочу транслировать неправильную цену, позвольте. Если выйти из отеля, видимо, имеется в виду без такси, есть ли какие-то променады рядом или интересные локации? В Эмиратах, я бы сказала, очень сложно где-то прогуляться. если вы идете до культурного райончика острова Содиат, и там же есть такой променад, который называется Мамша, честно, совершенно потрясающее место, я всем советую, до туда можно доехать на такси. Если гости хотят, например, съездить в другие отели, посмотреть или покушать, на самом деле по пляжу дойти, это вообще недалеко, это минут 20, наверное, по пляжу дойти, но если ехать на машине, это нужно будет выезжать на трассу и заезжать снова, но это на самом деле минут 15. Ну, то есть рядом вот так, чтобы я вышла, там условно, и там стоят магазины, променад, и вот это, такого нет. Прямо вот из отеля вышла, и все, пешком. Там есть безусловно дорожка, можно прогуляться до супермаркета, он недалеко находится, но я бы не сказала, что это вот такая прогулка в нашем привычке. что это да, это просто сходить в магазин условно, да. Обожаю ваш отель, какая прелесть. Так, здравствуйте, скажите, пожалуйста, если план питания HB будет, входит ли вода на пляже, и в целом напитки на приемах пищи имеется в виду ужин, потому что на завтраках она всегда входит. Да, на завтраках, конечно, все входит, и там очень большой выбор, и свежевышки, соки, смузи, конечно, любые виды кофе. При полупансионе, полном пансионе водичка у нас входит всегда, остальные напитки с дополнительной платой. А на пляже имеется в виду, когда пляжный сервис в Джумери всегда приносит, да, там защиту от солнца, водичку ледяную, это, мне кажется, здесь вне зависимости от уровня питания, это просто, чтобы вы на пляже не сгорели совсем, не угорели. Знаете, я, конечно, я, конечно, понимаю вопрос, и мне кажется, отличие такого именно лакшери отеля, это то, что он делает что-то, что вы как бы не просите, да, то есть, то есть, у нас есть, ну, у нас есть бесплатная водичка на пляже, есть полотенчики бесплатные на пляже, у нас также есть такой сервис, как мы бесплатно протираем очки, ну, то есть, это, понятно, да, ходит человек и буквально всем предлагает, да, чтобы мы протерели очки, есть крем от загара, крем после загара, он тоже бесплатный, также у нас есть такой сервис, что раз в несколько часов на всей территории пляжа и бассейнов мы предлагаем бесплатные комплименты, это может быть какие-нибудь фруктики на шпажках, это может быть, не знаю, рюмочка холодного супа, гаспачо, это может быть какие-то, какое домашнее мороженое, но это действует на всей территории отеля, и, да, вот раз в несколько часов. Ну, и, да, спрашивают, какой возраст в сал, какой возраст для взрослых от какого возраста, то есть имеется в виду 16+, 18+, это, я так понимаю, вот вы говорили как раз про, который дал сон для. Да, это 18+, 18+, и еще раз, пожалуйста, повторите акцию по питанию, апгрейду и размещению апгрейд. Это наш последний. Я думаю, безусловно, вам стоит именно с подробностью обратиться к нашим партнерам, но на данный момент такая акция, что бесплатное повышение категории номера и бесплатное повышение плана питания. По плану питания это действует круглый год, вы бронируете завтрак, получаете полупансион в подарок. По номеру вы бронируете, там на самом деле несколько номеров, в том числе вы бронируете Резорт Делакс, получаете Оушен Делакс, вы бронируете One Bedroom Оушен Суит, получаете One Bedroom Панорамик Суит. Ну, это гарантированный апгрейд или по наличию? Это гарантированный апгрейд. И, безусловно, я думаю, я, конечно, посоветую обратиться к вам, как к партнерам, да, и я думаю, вы дадите больше информации, потому что, ну, мы периодически меняем предложение, но пока вот оно такое. Да, у нас они все есть, и они, причем, все просчитаны, всегда на динамике все это есть. Спасибо вам большое, Екатерина, я тогда выключаю запись. Продолжение следует...